Всем привет! С вами снова я, Заин, и это для кого-то долгожданно, для кого-то не очень рубрика от нуба до топера. Давно по ней не выходили видосы, а именно 2 месяца. Кто уже забыл, суть рубрики в том, чтобы дойти с нулевой прокачки без сущей помощи по типу 1000 метеорштурмов и такого до белой пыльцы адекватной. Сначала мы скорее всего пойдем в синюю, дапаем там 20 хайв, все такое. Ну а кстати, я еще беру у себя Хонидей, потому что так нам будет легче, также у нас есть подарочки, сейчас будем проходить бисмос и все такое. Также нам он отдал Старжелейку, что очень хорошо будет для моего аккаунта. И ребята, кто ждал эту рубрику, давайте поддержим, если я посмотрю, и она зайдет вам по просмотрам, то она будет выходить частенько. Падает нам Гиф от Стамборна, он новенький, это хорошо, не сказал бы, что у него прям супер крутой одаренный баф, там плюс лайфспаун к токенам, то есть что они дольше живут на поле, но в принципе и так хорошо. Также сегодня будем выполнять все новогодние квестики, начнем с черного медведя и сразу же выдаем ему подарочек, потому что тут я не буду акцентировать внимание на какому НПСу дать подарок, а будем выдавать всем по порядку. На нулевом аккаунте все их бафы нужны, а такие крутые бафы, как у пчел, я пока что не могу достичь, потому что у меня нет переводчика, чтобы дать данным пчелам подарок. Ну а пока мы взяли квест и бежим дальше выполнять квесты. Ребята, вот как работает то, что добавил он, то есть мы можем скрыть вот этот щиток, он нам не будет мешать, просто нажимаете on-off и он пропадает и появляется, выглядит прикольно, мне нравится. Ну а также идем к даперу медведю и сейчас будем брать его квесты. Ну а я решил это убрать, чтобы вас долго не задал, блять, побегал, позабирал все возможные квесты, а также понемногу выполнил первый квест, просто бегая забирая у других квестов. Града, кстати, тут дефолтная, но я и не рассчитывал на какую-то хорошую награду, а вот уже нам черный медведь поможет, потому что ему можно сдавать свой полный рюкзак и с него получать больше меда. Ну а также выполняем квест мамы-медведям. Все эти бафы, знаете, не ощущались на моей основе, но тут я понимаю, насколько круто, что вам дают много таких бафов. И, кстати, она нам дала конвертер, мы его используем, и теперь благодаря этому мы можем взять квест коричневого медведя и выполнить его. Нам даст старпеченьку и имбовые носочки, которые очень крутые для начальных аккаунтов, потому что тут дается очень много крутых и полезных ресов для новичкам. Ну а также я уже сделал второй квест Бибира, поэтому сдаем его, и сегодняшняя наша цель будет сделать хотя бы себе гличи диск, это пятый квест. Как нам дали подарок, сразу же отдаем его маме-медведю, потому что, как я говорил, мы будем идти по порядку. И следующий у нас в очереди коричневый медведь, будем давать подарочек ему. За подарок она нам дала джинджербред, также донделион x3, я там обязательно побегаю, потому что нам надо закупить пчел, потому что их прям не хватает и надо бы себе купить 25-ую локацию. А также не забываем про обычные квесты, не бисмос, и сдаем ученому-медведю его обычный квест, потому что нам надо еще достичь переводчика, потому что он откроет нам много всего. А с новыми обновлениями это даже новые плантеры, потому что для них надо квесты наших пчелок, для которых надо переводчик. Также я тут забираю бейдж на пайн-три, а также покупаю себе 24-ую пчелу, и нам остается всего одна пчелка до 25-ой локации. Также покрутим сейчас реаль желе, потому что хочется выбить какой-то новенький вид, какую-то новую лего, будет прям неплохо. У меня хоть и мало желеек, но нам выбрала гиф от бабл пчела, я тут очень обрадовался, потому что первый это новый вид, а второй сама пчела неплохая. Также сделал первый квест с полярного медведя и забираю свою первую вилочку, надеюсь в будущем я также скажу вам, что я забираю свою тысячную вилочку. Как мы сделали уже у трех анпесов квесты, я могу забрать первый подарок, такие вот с него награды, в принципе очень крутые для новичка. Также в этом видео будет очень много бейджов, потому что я очень сильно прокачался на полях, ну и сделал получается квест ученого медведя, что нам дает очень опять же крутой баф, не только для новичка, ну а для топера тоже. А также забрал красный диск, это первый из четырех нужных, и нам остался синий, белый и гличет. Ну а теперь забираем четвертый подарочек, тут уже прикольчики нам получше дают, дается биквип крутой, как бы пришлось тратить мед и тикеты, а так нам дали это бесплатно. Ну и забравши тут джинджербреды, мы уже выполняем третий квест Бибира, вот так вот мы быстро продвигаемся, даже быстрее, чем я на своем основном аккаунте. Забрали четвертый квест, и на своем основном аккаунте я ради него ждал 2 часа, потому что потратил там кд своего домика. Ну а тут я не тратил, поэтому сразу заберем, и остальной квест будет выполнить уже легко. Пока делал квестик, сдаю ученому медведю его обычный квест, и понемногу движемся к переводчику, потому что тут осталось совсем немного, и скоро мы его уже достигнем. Половины уже его квестов готовы, самое тяжелое в его квестах, это ждать кд на мобов и собирать токены, но я не растерялся, решил это все забить, и купил себе 25 пчелку. Какие сказали, мог и так потратить Diamond Tech, но я собираюсь покупать Diamond Mask на этом аккаунте, поэтому они мне нужны. И теперь у нас открыта 25 локация, открыт пока что лучший для нас магазин. И мы можем покупать себе новых пчел, купим грабли, купим себе новый сетик Mondo, он такой беленький, и будет все, ребята, очень круто. А также нам надо купить глайдер, потому что я задолбался с этим парашютом. Кстати, Star Egg с Мамой Медведя нам очень поможет, потому что, кто не знал, если у вас в Улье будут все типы пчел, кроме мифика одаренные, то тогда вам с этого Star Egg 100% выпадет одаренный мифик, что нам очень поможет в мидгейме. Также мне тут очень повезло, давно такого не видел, с Paper Plantera у нас грибы, а шанс на это 1%, но еще шанс на 100% купить глайдер, и наконец-то я смогу нормально быстро летать. Это нам дает прирост к фарму снежинок, потому что до этого я даже не успевал их собирать, и то, что нам еще дает, что мы можем наконец-то долетать до Star Амулетов. О, в это время я также выбил Diamond Пчелу, это новая легендарочка в нашем Улье, и скоро мы уже выбьем все легендарки. Поэтому движемся к этому, а также я буду выполнять сейчас данный квестик Полярного Медведя и сдавать его ему. Эта штучка нам тоже будет полезна, много биттерберри для старта не бывает, также много еды, и это реально круто для нашего этапа, то есть нам эта штучка опять же поможет. Поэтому буду стараться ее юзать почаще. Ну а также открываем наш пятый подарочек, тут нам отсыпали глиттеры, а также новое старжеле, которое мы сейчас юзнем. Вот я уже у Улья, и сейчас я буду юзать данную старжелейку в надежде на новый вид, но мне упал, ребята, к сожалению, еще один Gifted Stubborn. Поэтому пока что нам не суждено купить бронзовый амулет, но суждено сдать четвертый квест Бибиру и получить новенький подарочек, который мы сейчас пойдем и отдадим. Вот так вот мы уже на пятом квесте, ребята, мы очень быстро идем, ну а также надо не забывать про обычные квесты, потому что у Черного Медведя пока что сейчас пройдем быстренько цепочку на старжеле, а потом будет цепочка на Mythic Egg. И у него пока что не тяжелые, я думаю их можно выполнять, все равно пока ты в смешке, неважно на каком поле стоять, а потом когда выбьем гиф от Фузи, вообще будет все равно. Ну а это все в будущем, а то, что сейчас, это то, что мы даем подарочек нашему коричневому медведю, получаем Cloverfield Boost X3, я на нем побегаю, пофармлюсь и попробую что-то там и набить. Также мы выбили Карпентера, тоже очень крутая пчела для новичка, она нам поможет и это очень круто, что она нам выпала. Пока я бегал на клевере, также забираю себе бейджик для клевера, у нас уже 330 тикетов и мы идем к 500 тикетам, чтобы купить фотонку. Поэтому я пошел и добил еще бейдж на клубнике и забрал еще халявные 10 тикетов и теперь мы все ближе к 500 тикетам. Ну и ребята, я подкопил меда и мы должны сейчас будем купить наш пояс. Фон даст нам неплохие бафы для начала, а также неплохо увеличит наш рюкзак. В будущем мы закупим это все, я не уверен только насчет палки рюкзака, что это будет в этой или следующей серии, потому что для нее надо реально много поработать. Ну а также мы берем, забираем себе бейджик для бамбука, то есть это еще плюс тикеты, у нас их уже 350 и совсем скоро будет фотонка. Забрали также квестик панды медведя, пока что тут крутых наград нету, но теперь мы забираем вот уже наш бисмос квестик и получаем блэк балун, что довольно неплохо. Также берем ее обычный квест, тут нам надо убить 20 мантисов и я думаю, что нам это будет не тяжело. Ну а также попробуем убить первого снеговика. Пал у нас слабенький, поэтому надо проверить. Кстати, пока я его убиваю, я хочу сказать, что нуб не будет выходить каждый день, потому что у меня есть еще своя основа, в которой сейчас тоже активно опусть. Но постарайтесь реально, видео наберет нормально, снимать хотя бы раз в недельку. А может даже и почаще, но вторая часть уже готова, как и готов у нас первый снеговик. Мы его тоже убили и, кстати, ребята, у нас теперь вот такой инвентарь, а также 20 уже пряников. Решил, что мы успеем еще купить вайдиск, а сейчас лучше купить подарочек, выдать ему НПСу и так будет лучше. Также я не знаю, как я сделаю рейр пашрум в квесте даппера, но это не важно. Покупаем себе подарочек и сейчас пойдем его выдавать ученому. У него очень крутые бафы. Также он дает атом печеньку, вайд балун и x3 пайнэпл баф, на котором я также поформил и пособирал немного меда. Поэтому погнали на нем бегать и понемногу собирать. Но также, кстати, наша основная цель это будет накопить на мификек еще, потому что это нам очень поможет. Ну и забираем бейджик на ананас. Также сделал первый квест даппера, нам надо его выполнять, потому что нам надо слоты для пиквипа. Их нету как на основе, их не выдает бибир, к сожалению, поэтому надо будет проходить вот эти тяжелые квесты, но это даже интересно. У меня уже вот такие биквипы и интересно видеть, как для новичков будет все это прохождение с даппером и так далее. Короче, ребята, дальше я собрал тут еще бейджик на розах, я постарался везде пособирать сильвер, вот эти бейджики. Накопил 20 миллионов меда, чтобы купить грабли. Они нам очень помогут. Ребята, никогда не покупайте палку за 60 миллионов, она очень плохая и грабли в 3 раза лучше из-за своего, получается, бафа или скилла, можно так сказать. Вы только что видели, как они могут увеличиваться и хорошо фармить. Ну, а следующая наша цель, это будет накопить на масочку и ботиночки. Сейчас пойду фармить на них также медик. Насчет рюкзака, все еще не уверен, когда это будет, но попробую это реализовать в следующей серии. Ну, а также сдаем квестик черному медведю, потому что очень скоро мы закончим эту тупую цепочку на бесполезное старжеле. И я понял, что я уже просто не могу без бейсик сплинкера, поэтому мне надо его купить, чтобы у меня был хоть какой-то баф в поле. А уже в будущем будем продвигаться, покупать сильвер сплинкеры и так далее. И когда-то дойдем уже до суприм сплинкера, и он нормально нам будет бафать поле. Ну, а также я забрал еще один квестик черного медведя, прошлый сдал, просто забыл включить запись, но это не важно. Пока был ханидей, квестики сдавались очень активно, быстро выполнялись, поэтому я также старался сейчас подранить ученого медведя, потому что чем больше я сделаю во время ханидея, тем легче мне будет потом без него. Тут я ложился спать, и я решил поставить натромакро, у меня было 4 миллиона, и хочется посмотреть, сколько оно наформит за ночь. За ночь оно наформило, ребята, 20 миллионов, ну, если там отнять 16, но это хорошо для этого аккаунта. Хотел поставить макро на бамбук, так же, кстати, покупаю шапочку, но потом поставил на санф, потому что на бамбуке у меня убивали. Ну, и вот с таким даже аккаунтом оно очень хорошо наформило. Вот так, ребята, мы уже купили и шапочку, и ботинки, и мы теперь, ребята, выглядим реально очень круто. Вот дальше сдаем квестики черному медведю, понемногу его выполняем, работаем на него ради мифика, который он нам отдаст в самом своем конце, в последнем квесте. Ну, а так же понемногу выполняю пятый квестик, все же это не основа, и он не делается за пару секунд, и тут не надо ждать только кд. Ну, а так же я себе забрал, пока делал квест на стампе, бейджик на данный стамп. С легких, хоть ты там и сам бегаешь, с граблями это очень легко, так же он нам дал 10 тикетов, что это очень хорошо, это можно сказать, как прям целый бейдж. И у нас уже 478 тикетов. Также я забыл что-то про шестой подарок, поэтому вспомнил про него только сейчас, и пошел открыл. Далее 6 свирлдов, это для этого аккаунта прям как-то очень много, спасибо он эту за такие награды, и это нам очень поможет. В этом, ребята, хочу закончить данный видос. Если вам он очень понравился, или просто понравился, и вы хотите видеть продолжение, пожалуйста, напишите про это в комментариях. Там мы закупим себе новый бронзовый амулетик, откроем седьмой подарок, доделаем квест даппера и убьем этот рейр пашрум. Купим синий рюкзак, чтобы у нас была возможность спросить метеор штормы, а так же займемся наплечниками, потому что ими надо тоже как-то заняться. Ребята, последнее, что я хочу сделать в этом видосе, это купить белый диск, потому что у меня уже есть для него снежинки, и получается на следующий видос нам останется только блю диск, который мы уже сделаем у даппера. Ребята, как вы уже заметили, не записалось взятие награды за пятый квест в виде глича диска, это, конечно, жалко, но я думаю, в этом нет ничего страшного. Ну, а на этом, реально, ребята, с вами был Азейн, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, хорошего настроения, до скорого, и всем пока.